Светлана Вишнякова Спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время для того, чтобы поговорить на тему о том, какая помощь осуществляется в нашем городе и в нашей республике для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Я думаю, что сегодня наш эфир наверняка будет и полезен, и интересен всем родителям или тем, кто готовится стать родителями, потому что, к сожалению, никто не застрахован от каких-то проблем со здоровьем. И когда это касается твоего ребёнка, это очень ответственно и, конечно, очень страшно. И, наверное, для начала, может быть, мы назовём вот этот перечень ограничений по здоровью тех детей, которые являются вашими подопечными. Мы перед эфиром говорили, я чуть-чуть начну, да, вы меня дополните, если я вдруг что-то забуду. Мы будем сегодня говорить о таких нарушениях, как нарушение слуха, нарушение зрения, речи, задержка психологического развития, аутизм и нарушение опорно-двигательного аппарата. То есть вот эти вот все нарушения у детей, если происходят, да, то это дети, которые всё-таки должны прийти в ваш центр и пройти вашу комиссию, да, и как-то получить заключение о том, что у них есть вот такие вот нарушения именно для того, чтобы ребёнку было возможно как-то дальше развиваться. Чтобы для него были созданы специальные образовательные условия в образовательных школах, садиках, в образовательных организациях. Давайте тогда с самого начала. Вот если в семье появляется такой ребёнок, какие симптомы, какие первые признаки родители должны вот как-то на это натолкнуть, то, что у ребёнка всё-таки есть какая-то задержка по слуху, по зрению, по психическому развитию. Вот самые первые звоночки, что это может быть, расскажите. Ну, когда ребёнок рождается, родителям нужно быть очень внимательным, потому что каждый ведущий вид деятельности, каждое новообразование психическое имеет своё время, да, допустим, ребёнок родился, у него должны быть нормативный рост, вес, да, он должен вовремя поднять голову этого 2 месяца, да, моторное развитие должно быть в норме, он должен вовремя сесть в 6 месяцев, да, начать ползать 8 месяцев и так далее. Вот это вот. Это для всех детей абсолютно? Для всех детей это, да, в принципе, это есть график по моторному развитию, который, ну, от него зависит всё дальнейшее развитие. Вот, допустим, очень простая формула есть. Если, допустим, ребёнок начал держать, удерживать свою голову, да, ну, вот когда младенца ложишь на животик, он голову поднимает уверенно в 2 месяца, вот это вот норма. Если ребёнок опоздал и немножко и начал удерживать голову в 4 месяца, получается, у него уже он опаздывает на 2 эпикризных срока, это на 2 месяца, уже опаздывает. И после года жизни вот этот вот 1 месяц эпикризный до года равняется 1 году после года. Получается, в 7 лет ребёнок будет выглядеть как 5-летний. Вот именно в этом случае, если у него есть опоздание на 2 месяца до года. А как вот родители, время же быстро всё равно бежит, да, и ты там, ну, можешь не уследить, ну, 2 месяца, слава богу, держит ребёнок головку, да, ну, и хорошо, вот всё у нас нормально. Ну, родители же чаще вот так, да, потому что не хочется же верить в плохое, хочется, наоборот, верить в хорошее. А как тогда родителю не упустить вот этот вот момент? Нужно постоянно быть на связи с участковым врачом или как? Или каждый месяц как-то обследовать ребёнка, чтобы знать точно, есть ли какие-то нарушения или нет? Ну, а когда ребёнок граждается, он, конечно, сначала попадает в руки врачей, да, а для врачей соматическое здоровье самое главное. Зачастую у наших детей здоровье неплохое, очень даже хорошее, а то, что вот какие-то там психические процессы опаздывают, врачи, к сожалению, особого внимания на это не обращают. Вот. И вот это вот первое выявление таких нарушений обычно в садиках и в школе выявляется только. То есть поздно уже получается? Поздно выявляется, да. А как тогда, куда нужно тогда идти родителю, как нужно ему тогда помогать, вот у кого просить помощи, чтобы не упустить вот это вот, это же очень маленькое время, два месяца, ты вот где-то, тебе казалось, там неделя прошла, там пару недель, а оказывается уже два месяца прошло. Ты можешь не зафиксировать просто. Есть у нас в центре и вообще по республике есть у нас служба ранней помощи. Это служба детям от 0 до 3 лет. Если у вас в районе или в городе вы можете попасть в службу ранней помощи, то если родитель видит, что у него есть какие-то, всё-таки он не влаживается в нормативные графики, тогда можно обратиться в службу ранней помощи. Это бесплатная поддержка будет? Да, для всех детей с ограниченными возможностями здоровья, ну, по крайней мере, в образовании все услуги бесплатные. Но сначала же человек, ну, родители придут, они же точно не знают, у них вот просто есть какие-то опасения, да, могут им сказать, что и, в общем-то, всё хорошо. Вот этот первичный приём, он тоже бесплатный. Да. Мы встречались вот со специалистами ранней помощи из вашего центра во время, вот как раз пандемийное было время, и там даже говорили ваши специалисты, что помощь можно онлайн. Да, у нас есть, родители проходят онлайн-анкетирование Китерс Эдиай, там 200 вопросов, насколько я знаю, и вот 200 умений, которые родитель подтверждает. Ну, подтверждает. Который может ребёнок сделать. Да, который может ребёнок сделать, вот 200 умений, и там очень много вопросов, и родители отвечают онлайн, и потом отправляют, ну, в смысле, наши специалисты его анализируют, и там выходит график. Там моторное развитие, речевое развитие и так далее, и так далее. И там есть вот такая вот строчка норма, и если там есть какие-то там, ну, в смысле, недоразвитие, там сразу видно. И тогда уже специалисты консультируют родителей, приглашают. Очень удобно, потому что мамочке, да, только родился ребёнок, конечно, ей ещё и лишний раз выходить, и ребёнка тоже носить куда-то, да, ещё иммунитет же всё равно такой только-только устанавливается. Поэтому, мне кажется, это вот онлайн, это очень хороший такой способ. У нас есть такая, да, работа, онлайн-консультирование, и по телефону консультирование, и потом уже отчина, ну, как бы, отчина приглашает. Ребёнок, конечно же, формируется в утробе матери, да, и есть ли какие-то вот такие моменты, ситуации, да, или, может быть, какие-то заболевания, которые, если женщина переносит во время беременности, должны её уже насторожить, что у ребёнка могут быть нарушения. И если это произошло, то ей тогда после рождения нужно обязательно вот идти к специалисту ранней помощи, чтобы ребёнка показать или вот такую анкету заполнить. Есть ли какие-то вот такие вот факторы, которые уже точно должны ей подсказать о том, что эти специалисты, ей нужно к ним? Ну, в общем, если у него нормальный вес, то всё хорошо, да, это от 3 до 4 килограммов, это уже нормально. Даже если она во время беременности что-то перенесла, какие-то заболевания? Нет, если она во время беременности перенесла какие-то заболевания, это уже группа риска, такой огромный звонок. Да, я про это говорю, да, если во время беременности что-то было, что это вот, на что нужно обратить внимание? Допустим, если мама болела ОРВИ, да, там, или простудом. Ни в коем случае грипп нельзя переносить, нельзя никакие лекарства употреблять, нельзя прививки получать и так далее, и так далее. А если всё-таки переболела мама во время беременности, но выносила ребёнка? Ну, это надо наблюдать за ребёнком, сразу будет видно. Ну, нам, по крайней мере, сразу будет видно. Ну, если переболела, значит, всё равно ей нужно в ваш центр запомнить анкету и прийти показать ребёнка. Когда всё-таки родители приходят в ваш центр, да, когда они становятся вашими подопечными, их дети становятся вашими подопечными, когда вы говорите им о том, что вот у вашего ребёнка вот такие нарушения, какая первая реакция? Шок, отрицание, переживание, стресса. Ну, вообще, это очень много фаз кризиса родитель проходит, их всего восемь, от шока, переживания, депрессии, потом принятия и так далее, и так далее. И только до солидарности, до последней восьмой фазы, когда родитель будет готов воспринимать особенно своего ребёнка, проходит в среднем два года. И вот пока родитель ждёт, когда вот ребёнок заговорит или там ещё что-нибудь, да, появится новое образование, родители зачастую упускают сензитивный период, когда у ребёнка можно что-то исправить, что-то откорректировать вовремя, как говорится. То есть пока родитель занят собой вот этими вот этапами проживания, он упускает время помощи для своего ребёнка? Да, да, совершенно верно. Потому что он не хочет, ну, первая реакция, понятно, да, ты, конечно, это ведь беда для родителей. А у нас как происходит? Ой, у моего племянника тоже речь поздно появилась, сейчас он учится там-то, там-то, да, например. Ой, у мальчиков говорят, ну, они опаздывают, чем девочки, вот эти все оказывают, вот этому всему верить нельзя. То есть это не беда, первая реакция, а отрицание просто первая реакция, наоборот, они не относятся серьёзно, да? Да, отрицание. А уже понимание, что это беда, это, наверное, уже со временем, когда ты упускаешь, да, родители упускают вот это вот время помощи, да, ранней помощи, и когда уже сталкиваются с конкретными проблемами, это, скорее всего, уже время либо детский сад, либо школа, да? Какие проблемы вот у ребёнка могут быть, ну, понятно, там, если это нарушение слуха, нарушение зрения, да, это понятно, что ребёнок плохо слышит, плохо видит, и постоянное общение с лором, с окулистом, да, а если это ограничение по психическому развитию, то какие могут быть последствия, если родители вовремя не послушали ваших специалистов? Как минимум, задержка психического развития. Вот вы, когда перечисляли все нотологии, вы самые главные, ну, самую нижнюю строчку не прочитали, да? Да, умственная осталость. Это тоже отдельная программа, отдельно адаптированная, основная общепрассовательная программа, вы просто их не перечислили, я вот напоминаю, да, что есть такая категория. Да, спасибо, что нам, конечно, нужно полностью всё это назвать. А какие вот признаки того, что умственная осталость у ребёнка может быть в итоге? Какие симптомы говорят об этом? Ну, допустим, в год ребёнок должен уже начать говорить. Вот два года должна появиться фразовая речь, да? Если вот это всё опаздывает, это уже очень большой такой тревожный звонок. В год, когда к нам ребёнок приходит, мы наблюдаем за ним, даём ему предметы, и он должен с ними манипулировать. Если в годик ребёнку дашь расчёску, он не знает, что с ней делать, это уже тревожный звонок. Если ребёнку даёшь телефон, если он его не прикладывает к уху и не знает, как им пользоваться, это уже, как говорится, тоже тревожный звонок. Ну, таких наблюдательных моментов очень много, я вот эти основные говорю. Просто по речи, вот я тоже общаюсь в силу своей занятости профессиональной с логопедами, по речи они просто бьют тревогу во все колокола, потому что дети и в детском саду мало говорят или практически не разговаривают. И в школу идут очень много детей, которым сложно выражать свои мысли, сложно говорить. Кто-то это списывает на тип личности, да, то, что человек просто вот такой, и всё. А если это действительно такой симптом, что ребёнку просто сложно в этом мире адаптироваться, сложно понимать, что происходит, как это вот разграничить. Может, он правда такой вот, ну, больше как вот отшельник, да, человек такой по характеру, может, больше нравится молчать, такое ведь тоже может быть. Если у ребёнка в два года нет фразы хотя бы из двух-трёх слов, это уже задержка речевого развития. А у нас зачастую как? Подождём, убедимся, не стоит переживать. Ещё разграничивают мальчики-девочки, что вроде бы девочки могут раньше говорить, мальчики позже, что-то такое. А на самом деле? А на самом деле это вообще абсурд. Дети разные. У кого-то вообще есть мальчики, которые очень хорошо разговаривают, ну, в таком раннем возрасте. То есть не надо. Это вот все отговорки родителей, которые не хотят видеть очевидное. Просто они ждут, психика закрывается, как говорится, родители закрываются, и не хотят видеть. Что происходит с ребёнком, у которого задержка речи? Что с ним происходит? Ну, он просто будет молчать, и потом, когда вырастет, не сможет излагать свои мысли. А почему он молчит? Ему сложно, что с его мозгом, что с его мировосприятием, что он чувствует в этот момент, когда он молчит? Какая помощь ему будет хороша? Ну, дети с речевыми нарушениями, они зачастую становятся потом агрессивные, потому что они пойдут драться, потому что не смогут правильно излагать свои мысли. Потому что дети с нормативным развитием их будут дразнить, а он же не сможет дать вербально ответить. И будет у него невербально, он будет драться. А что с его мозгом? Почему он не говорит? Почему дети не рассказывают? Ну, с мозгом, может быть, всё в порядке. Это не значит, что задержка. Бывает, развитие речи страдает из-за того, что есть речевые нарушения, ну, как бы ядерный дефект. Тогда всё нормально. Тогда ему достаточно логопеда и невролога. А когда ребёнок плохо говорит или вообще не говорит из-за нарушения мышления, то это уже надо идти к дефектологу. Логопед тут особо не поможет. Эти все специалисты есть в вашем центре. Поэтому мы выявляем ядерный дефект, ну, который ведущий, и уже определяем вот эту вот табличку. Видите, там у нас 28 адаптированных программ. И задача наших специалистов – не ошибиться в выборе программ для ребёнка, чтобы он усваивал свою программу. А сюда относятся все дети, которые не усваивают вообще образовательную программу. Честно говоря, для меня сложная таблица. Мне надо какое-то время, чтобы вникать. А как вот вы ставите диагноз, чтобы вам не ошибиться? Так, одна мысль такая, ремарочка. По МПК диагнозы не ставит ни в коем случае. К нам дети приходят с готовыми заключениями от невролога и психиатра. Мы, когда смотрим их заключения, мы уже объясняем родителю вдоль и поперёк, как говорится, что это такое, и что нужно его обучать по той или иной программе. Тогда, если вот эти первые звоночки, то тогда родителю сначала нужно идти не в ваш центр, а идти к невропатологу, к специалистам в своей поликлинике или в какой-то поликлинике. Ну, это в идеале. В идеале? А как в жизни происходит? В жизни происходит сначала к нам, а потом мы их отправляем к психиатрам, к неврологам. Идите туда, принесите заключение, потому что мы диагноз не ставим. Мы только на основе имеющегося заключения можем определить ту или иную программу. Ну, так тоже неплохо, потому что у вас уже глаз намётан, как говорится. Если вам ребёнка приведут, вы можете просто сказать, что да, действительно, всё-таки у вас какие-то и такие-то есть нарушения, такая-то задержка, тогда лучше сходите к этим специалистам, потом возвращайтесь к нам уже с готовым диагнозом. В принципе, тоже неплохой выход. Да, сейчас очень много и частных клиник, допустим, Раймед, Неврозбед. Не надо, мы не называем частные клиники названия. Они нам не платили за это. Очень много дефектологов, логопедов, психиатров, неврологов. В общем, они принимают, и сначала к ним, а потом уже, как говорится, к нам. Вы заговорили о том, что у вас есть несколько программ, несколько методик, по которым вы помогаете таким детям. Если я попрошу вас рассказать об этих программах, то это вам... Нет, методики и программы – это совершенно разные вещи. Адаптированные основные общеобразовательные программы вот в количестве 28... Это много же, 28? Ну вот, можете их посчитать. Это они разработаны, и они все на сайте ФГОС-реестр. Это все федеральные программы. То есть родители могут зайти туда и посмотреть? Да, на сайте ФГОС-реестр они все прикреплены. Это все федеральные адаптированные основные общеобразовательные программы. А там понятно будет написано, человеку, который не разбирается? Там все понятно написано. Ну, конечно, одна программа может иметь 500 страниц, но там есть и особенности детей, и лекции, и все-все-все. И календарное тематическое планирование, индивидуальный учебный план и так далее, и так далее. Все есть. В принципе, человек, который, в принципе, ориентируется в сетях интернета, он и зайдет, и найдет, и, как говорится, поймет все. А для чего, смотрите, родителю эти программы? Чтобы выбрать для своего ребенка та, которая ему понравится? Нет, чтобы родитель мог, ну, скажем так, не требовать, но, по крайней мере, ждать от работников детского сада или школы, что от его ребенка будут требовать вот по этим программам адекватные требования будут предъявлять его ребенку. А, то есть это не программа, по которой вы лечите ребенка, а это программа, по которой он обучается? Мы никого не лечим. Да? Да. Это программа, по которой он должен учиться. Вот, допустим, ребенок с тяжелыми нарушениями речи не сможет же освоить общеобразовательную программу, и тогда для него программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, и там уже коррекционно-развивающая направленность, внеурочная деятельность, логопеды, все-все прописано. То есть вы просто помогаете ребенку найти вот ту форму обучения, которая для него будет доступна? Да, цель по МПК, чтобы каждый ребенок себя комфортно чувствовал в образовательном утверждении. Понятно. Но еще вернемся к вашему центру, потому что у меня остались вопросы. Я думала, что вы более широко, более глубоко, что ли, вот проводите эту работу. Я почему-то думала, что это с медициной тоже связано. Дорогие друзья, мы буквально на короткую рекламу сейчас прервемся, и затем продолжим снова говорить с Сыной Слепцовой о том, как в нашем городе и республике проходит помощь детей с ограниченными возможностями. Оставайтесь. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире и продолжаем говорить о том, какая помощь оказывается в нашем городе и в нашей республике для детей с ограниченными возможностями по здоровью. Мы сегодня говорим о тех ограничениях, которые мешают детям развиваться по общеобразовательной программе, то есть мешают им обучаться. И сегодня в нашей студии Инна Слепцова, руководитель Центральной психолога-медико-педагогической комиссии Республиканского методического центра психолога-педагогического сопровождения Министерства образования Республики Сахая-Кутия. И в вашем центре таким детям могут помочь при условии, что их родители готовы согласиться с тем диагнозом, который ребёнку поставил врач-невропатолог или участковый врач как-то. И в таком случае, если родители согласились с диагнозом, это могут быть нарушения зрения, нарушения слуха, опорно-двигательного аппарата, это может быть аутизм у ребёнка, психические расстройства какие-то, и умственная, задержка умственного развития. Задержка психического развития отдельно, и умственная осталась отдельно. Отдельно. Если родители нашли в себе силы, и всё-таки вовремя, вот они послушали врачей, ну не вовремя, а уже смирились они с этим фактом, что у ребёнка какой-то из этих диагнозов. И если они пришли в ваш центр, уже готовы сотрудничать с вами, что дальше ждёт их и их ребёнка? А, ну тогда ребёнок проходит наше психолого-медико-педагогическое обследование, потом мы ему определяем адаптированную программу, дальше с нашим заключением он идёт в школу или в садик, и уже... Специальный? Нет, не обязательно. Специальную коррекционную школу у нас в республике 22 организации, и там всех детей, как говорится, мы не сможем поместить, и родители всё равно не все согласны отправлять в специальные коррекционные образовательные организации. Ребёнок имеет право обучаться в любой школе в шаговой доступности. Школа выбирает родитель, пока школу не выбирает, пока только определяет программу обучения. Но ребёнку ведь там будет по общей программе учиться сложно, тогда он идёт уже туда со своей программой, которую вы ему даёте. Да, мы отправляем его со своей программой, и учителя, в свою очередь, должны адаптированную образовательную программу разработать в стенах школы, утвердить её, и по этой программе требовать у него какие-то свои. Но эти дети, они как-то собираются в определённый один класс, или они в любом классе? И тогда, например, у одноклассников этого ребёнка будет одна программа, а, например, у этого ребёнка одного в классе, или двух, или трёх детей в классе будет другая программа. Так тогда? Да, так, потому что бывает так, что у одного учителя может быть пять разных программ. Вот, к сожалению, такое встречается. А дети это поймут сами, когда они будут общаться на уроках, когда будет отвечать один ребёнок, который по общей программе, и будет отвечать тот ребёнок, который по коррекционной программе. Это же будет заметно? Так, дети до задержки психического развития, вот самые все верхние нозологии, они, в принципе, интеллект сохранный. Задержка психического развития — это такое состояние, которое может пройти, это не приговор, оно в 10 лет, в принципе, проходит, но если оно не пройдёт, оно будет такое на пограничное состояние, они все справляются с общеобразовательной программой, они все сдают государственные выпускные экзамены, и все получают аттестат. А зачем тогда ваша программа коррекционная, если они справляются с общей программой? Если без нашего заключения они не будут, ну, скажем так, удовлетворительно справляться с общеобразовательной программой, и у них будут большие трудности. А вот про умственно сталых детей — это совсем отдельная тема. они, в принципе, особо не понимают свою разницу, да? Но сами, конечно, нет. Они сами не понимают. Просто нужно педагогам грамотно вести образовательный процесс, чтобы ребёнок, в принципе, не понял, что он чем-то отличается от других сверстников. Но он же будет отличаться. И наверняка сверстники тогда это тоже будут понимать. И большой, как бы, проблема, наверное, в том, да, то, что они могут как-то это и озвучивать, и ребёнка... Травмировать. Да. Могут, потому что... Оскорблять как-то. Потому что дети, они по своей сути, если даже не хотят обидеть, они могут ненароком показать, да, своё поведение и так далее. Поэтому задача учителя, ну, задача воспитателей и родителей к толерантности, чтобы дети были толерантны, относились к особенным деткам. Ну, это какая-то очень непосильная задача для учителей, мне кажется. Потому что заканчивается урок, если там во время 40 минут, да, учитель ещё как-то может, может быть... Вот поэтому, если с первых дней в школе, с первых классов, да, ребёнок учится по своей адаптированной программе, он двоих же особо не получает, он успевает по своим программам, и у него особо таких травм не будет. А если родители не согласны идти на ПМПК, если они не получают вот такое наше заключение, тогда получается, что учитель вынужден требовать у него общеобразовательную программу, и, соответственно, ставить 6 двоек в день, 6 уроков, 6 двоек, и тогда вот начнётся уже разница. А, вот он не справляется, он плохо учится, вот у него двойки, вот только тогда сверстники его поймут, что он отличается. Тогда это, наверное, может быть, какой-то секрет должен быть между родителями и учителем, то, что этот ребёнок в классе, если он один, например, или два таких ребёнка, то, что они обучаются по какой-то своей программе, то есть они получают оценки, но выполняют немножко там более лёгкую форму заданий, да? Тогда и ребёнок себя будет чувствовать более уверенно. И одноклассники, может быть, не сразу поймут или не так явно это будет выражаться. Тогда, смотрите, если родители всё-таки сотрудничают с вами, они, значит, тогда больше помогают своему ребёнку. Конечно, это всё для них. А если родители говорят, что нет, я не согласен с таким диагнозом, и я верю, что там пройдёт какое-то время, мой ребёнок подтянется, то тогда они всё-таки обрекают ребёнка на то, что он просто не будет успевать. Да, потому что он будет испытывать большой дискомфорт в школе, отсюда у нас хроническая неуспешность, отсюда у нас стрессы, травли, буллинг, всё оттуда, ну, зачастую. А вот синдром аутизма, такие дети ведь не могут обучаться в общей школе? Потому что программа для детей с расстройствами аутистического спектра выделена совсем недавно, отдельно. Её раньше вообще не было. Вот несколько лет прошло, как её выделили отдельно. В смысле, по этой программе ребёнок может в общей школе обучаться, в общем классе? В общем, да. Вообще образовательная. Если он сам не срывает урок, если у него эмоциональная волевая неустойчивость, ну, если он сам может находиться среди сверстников... Но аутисты часто же не могут именно в этом проблема. Нет, если он не закатывает истерики, если сидит один, и он может учиться, зачастую бывает, что интеллект-то там разный, от самого высокого до самого низкого. Он может быть вундеркиндом и иметь расстройство аутистического спектра. И тогда вот по фугосу у него должно быть своё пространство, палатка, избушки, вот эти все пространства. Какая-то школа очень будущего, не настоящего точно. А разве дети аутисты, они нормально переносят окружение, то, что с ними кто-то рядом находится, они не очень знакомы? Да если его никто не трогает и не теребит, как говорится, если с ним за партой никого рядом нету, который его будет приносить дискомфорт, в принципе, то он... В наших переполненных школах там точно такого не может быть, что-то он... Ну да, если 40 детей в классе, это очень сложно. Поэтому есть ресурсные классы, несколько ресурсных классов. В 35-й школе, там ещё в школах, но их всё равно недостаточно. Аутисты-дети, да, они же и талантливо рисуют, и талантливо размышляют, такие философы. Очень интересно. При сохранном интеллекте, да, есть такие выдающиеся дети. У них просто отсутствуют неразвитые коммуникативные навыки. Они не нуждаются в общении. Никто не знает, почему так происходит. В своём мире... Ну, зачастую мы, люди без такого, да, синдрома, да, мы часто стремимся найти себя, найти свой мир. И он такой интересный, кажется, из него порой не хочется выходить, и хочется, наоборот, какого-то уединения чаще с годами. Поэтому вроде бы, как они, может быть, даже и правда люди будущего, или космоса, не знаю, как правильно. Ну, никто не знает, почему так происходит, но тем не менее... Всегда же говорят, когда тебе самого себя достаточно, когда ты сам можешь себя поддержать, сам себя похвалить. Нет, это всё зависит от темперамента и от общения. Вот если человек экстраверт, то ему обязательно нужно общение. А если вот он интроверный, ну, в себя, да, как говорится, тогда ему особо не нужно общение. Да, ещё же тип личности, да, может быть. А вот дети с синдромом аутизма, самые первые звоночки какие, там же непонятно, только маленькие. Ну, когда он уже не устанавливает зрительный контакт. Избегает их. Да, избегает. Когда он стереотипный, да, все, ну, допустим, свои какие-то игрушки в ряд ложит. Если он, допустим, ну, избирателен в еде, Это с какого возраста уже можно понимать? Ну, с полугода, наверное, точно можно увидеть. С полугода точно можно увидеть. И сразу же нужно идти и показывать ребёнку? Ну, если переусловить, что родитель согласен. Но родители же не согласны в полгода идти. А может быть, недостаточной информации, что если ты пойдёшь в полгода, да, и всё-таки подстрахуешься, и будешь как-то вот, ну, более внимательно относиться, это не будет приговором? Или всё равно аутизм, он останется этим диагнозом, но как-то его можно скорректировать или всё-таки нельзя? Просто нужно находить подход к своему ребёнку? Да, тут особые подходы, потому что аутизм, он не лечится, и просто можно научить ребёнка общаться. Тогда я таким родителям заветую просмотреть фильмы. У нас очень хорошие фильмы. Вот, допустим, «Меня зовут Кхан», да? Ну, там расстройство, да, аутизм, да? Но при сохранном интеллекте. Но всё равно очень полезно посмотреть. «Маленькие звёздочки», тоже индийский фильм. Ну, тоже у ребёнка с охранным интеллектом. Но, тем не менее, если даже посмотрите два этих фильма, то вы уже поймёте, что нужно вовремя с ребёнком проводить коррекционную развивающую помощь. Мне кажется, очень важно, что мы сегодня говорим о детях с ограниченными возможностями по здоровью, да, и то, что к этой теме есть внимание, есть интерес. и есть такой проект в нашем городе «Обнимаю сердцем». Есть выставочный какой-то, я не знаю, как правильно сказать, выставочный зал в смарт-библиотеке, куда можно прийти и посмотреть рисунки детей аутистов. Меня они просто очень впечатлили. Я даже прямо стояла и не могла глаз оторвать. Мне очень понравилось, как рисуют эти дети. и также этот проект «Обнимаю сердцем» проводит концерты для детей, для людей, которые плохо видят, плохо слышат. Они выходят на сцену, выступают. И, кстати, в этом году, в конце года, будет такой концерт для таких детей, людей. Там такая поддержка в зале была. В прошлом году был концерт, я была на нём. Мне кажется, это очень важно, что мы вот как-то так начинаем понимать, может быть, больше их мир, начинаем узнавать, как им с большим вниманием относиться. Конечно, без слёз это всё тяжело, потому что, наверное, зачастую мы этого стараемся не очень замечать, так же, как родители этих детей до последнего. Мы не хотим в это верить, как-то, может быть, не хотим к этому подстраиваться, пристраиваться. Инна, я вот ещё хочу вам вопрос задать, почему вы занимаетесь этой темой, почему вы выбрали такую специализацию, такую профессию, почему это для вас стало важным, интересным с помощью вот таким людям, таким детям, их родителям, им с ними. Ну, я думаю, что есть призвание дефектолог, да? Я с детства знала, что я буду учителем, потом выбрала иркутский педагогический, отучилась на дефектологическом факультете, и у нас там проверка на прочность шла такая, довольно-таки жёсткая, поступала, допустим, в группы 30, заканчивала 18. Вот так вот. Кто не может работать с особенными детками, они сразу отсеивались, даже вон, в студенческих временах, как говорится. Это тяжело. Остаются, как говорится, те, у кого есть призвание. А что самое главное, какое главное качество для специалистов от вашего профиля? Толерантные отношения и желание помочь особенному ребёнку. Если даже в своей деятельности мы помогли хотя бы одному ребёнку, это уже дорогого стоит. А как восстанавливаетесь? Это ведь тяжело каждый раз видеть вот такие, такую беду человека, беду ребёнка, которому очень сложно. Хочется помочь, но ты помогаешь в силу своих возможностей. На самом деле не так сложно. Просто восприятие уже другое. Какое? Ну, особо такого мы трагедии из этого не делаем. Ну, например, я не смогу сейчас зайти в морг и там что-то делать. Ну, там. Вот это я не смогу сделать, например. Для меня это сложно. И вот точно так же наша профессия... Так вы с моргом сравнили? Нет, вообще говорю, у каждой профессии есть свои особенности, и кто-то что-то не терпит. Я, допустим, поэтому я не пошла учиться на врача, потому что я не могу смотреть открытые раны, препарировать. Там вот это вот... Ну, рассказывали же, что студенты там по анатомии. Конечно, это обязательно. Вот это я не могу увидеть, это в силу своих особенностей. Поэтому я выбрала профессию смежную между педагогикой и медициной. дефектолог. Хочу пожелать вам успехов в вашей работе. И в конце нашего эфира я хочу, чтобы вы рассказали вот те дети, которые приходят в ваш центр, которым вы помогаете вот этой вот специальной программой для их обучения. После школы что с ними происходит, если они под вашей опекой, под вашим патронажем? Куда они дальше идут? Могут ли они как-то дальше в этой жизни состояться, найти себя? И если да, то как? Я так понимаю, этот вопрос касается обучающихся собственной осталостью. Их у нас могут принимать всего лишь несколько образовательных организаций специального профессионального образования. И зачастую мест не хватает. Да? Их заполняют выпускники специальных коррекционных образовательных школ. А те, которые заканчивали массовые школы, они никуда попасть не могут. Поэтому вот с 1 сентября этого года утверждена федерально адаптированная программа для обучающихся собственной осталостью, где пролонгированные сроки обучения. 13 лет обучения. То есть, если ребенок 7 лет в школу поступил, он может находиться в стенах своей школы до 20 лет. Это касается детей с умеренностью с тяжелой умственной отсталостью. То есть, он какой-то класс будет 2 года приходить? Нет, это будет первый год обучения, второй, и так далее, 10-й, 12-й год обучения. И все. 13 классов у него будет? Да, 12 классов будет. Потому что первый дополнительный класс, ну как подготовительный, потом первый и 12 классов заканчивает. Это в общеобразовательной школе такое будет? Да, везде педагоги должны будут обязаны его обучать. Так трудно таким детям будет учиться, все равно же какие-то будут не знаю, там, тыканье пальцем, насмешки. Потому что третий этап обучения, это вот с 9 по 12 класс, он направлен на трудовое обучение. Это вот как, допустим, есть такая хорошая идея вместе с институтом развития профессионального образования, изучить вопросы прохождения профессионального образования учащихся с умственной отсталостью на базе мастерских учреждений СПО. То есть школа должна сотрудничать и вот не просто так он приходит и учится, а вот получает профессию. При выходе школы он должен что-то получить. Да, это очень хорошо для всех детей вообще. Инна, спасибо вам большое, что вы сегодня рассказали, я думаю, полезную информацию для наших слушателей и зрителей, для тех, кому эта тема близка, вы знаете теперь, куда можно прийти за помощью. Всем хорошего вечера и спасибо большое за ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.